Здравствуйте, я Елена Жигалова и 4 дня назад я сделала лазерную коррекцию зрения по технологии SMILE в Екатеринбургском центре МНТК. И в этом видео я хочу немного рассказать о тех моментах, которые меня саму очень интересовали. Я искала на них ответы, когда еще хотела только сделать эту операцию, готовилась к ней. Например, меня интересовало, как быть людям, которые много лет пользовались ортокератологическими линзами. Я сама к ним отношусь, что есть какая-то разница или нет. Меня интересовало, что делать людям, которым уже за 40. Меня интересовало, как будет вести себя зрение вблизи людям, которые сделали коррекцию близорукости, потому что здесь тоже есть разная информация. И я ее пыталась как-то прояснить, и теперь хочу этим всем поделиться с теми людьми, для которых это важно и интересно. Ну и начнем действительно с того момента, что я около 13 лет пользовалась ортокератологическими ночными линзами. Меня этот инструмент в принципе устраивал, но просто в какой-то момент мне захотелось вообще не зависеть ни от очков, ни от линз, а все-таки сделать так, чтобы я видела своими глазами, и все прекрасно. Ну и кроме того, я все эти годы послеживала, посматривала на то, как живут люди, которые сделали некоторое количество лет назад эту лазерную операцию. Ну тогда еще, может быть там лет 15 назад смайла-то еще не было. Но тем не менее, лазерную коррекцию зрения люди делали. Я смотрела, портится ли у них зрение дальше, как они вообще это все перенесли, хорошо ли у них это все получилось по итогам, то есть на единицу ли они стали видеть или нет. Ну то есть и вот те моменты, которые я отследила по своим знакомым, которые делали лазерные операции себе, меня устроили их результаты, они порадовали, и это было тоже, конечно, таким одним из положительных моментов при принятии решения. Ну и соответственно, я все-таки решилась отказываться от ортокератологических линз, и начала, то есть изначально я не знала, буду ли я делать, какую конкретно я буду делать операцию. Я про них не сильно-то знала. Я знала, что есть лазерная коррекция, а что там есть ласики, фемтоласики, смайлы, это я ничего не знала. И только вот начинала все это дело изучать и смотреть, в какую сторону двигаться. И соответственно, какие-то есть клиники и в моем городе, которые делают лазерную коррекцию зрения. Я живу не в Екатеринбурге, а делала как раз в Екатеринбурге. И стала узнавать, что мне теперь делать. Вот я носила ортокератологические линзы, что вы мне посоветуете? В некоторых клиниках мне сказали, ну там месяцок подождешь, и мы тебе сделаем. То есть там же немножечко меняется геометрия, да, вот поверхность или глаза, когда носишь ортокератологические линзы. И вроде как они говорят месяцок и достаточно, мы тебе сделаем. Но в МНТК и в некоторых других клиниках мне тоже сказали, что нет, дорогая, жди 6 месяцев, потому что на аппаратах это все все равно прекрасно видно, последствия ношения, тем более длительного ношения, и нет. И я поняла, что если люди не гонятся за клиентом, кровь из носа там обязательно сделать быстрее и быстрее, пока клиент горяченький, а все хотят сделать как полагается, даже возможно с риском потерять клиента. Я поняла, что я лучше подожду, потому что глаз у меня нету 20 пар запасных, лучше я подожду. Я выждала даже не 6, а 8 месяцев, но по своим причинам мне там получилось удобнее вот именно так сделать. По расписанию своей работы и жизни. И вот поближе получается, где-то за несколько месяцев до момента, когда я уже запланировала делать эту операцию, я записалась по телефону, позвонила в МНТК, Екатеринбургский центр. И меня записали, мне прислали приглашение на операцию с датой, со временем и с перечнем анализов и необходимых действий, которые мне нужно сделать. А в частности, мне нужно было сходить к терапевту непосредственно перед операцией практически, чтобы терапевт подтвердил, что у меня нету острых простудных заболеваний и не обострились какие-нибудь хронические простудные. Ну и сдать анализы, анализы крови и так далее. Вам пришлют, если вы это, естественно, обратитесь. Ну и получается так, что за 3 недели до операции я зашла на госуслуги и записалась к терапевту своему через 2 недели. То есть терапевт у меня был за неделю до операции. Пришла к терапевту, терапевт мне выписала по полису. По полису прекраснейшим образом все анализы можно сдать, которые от меня попросили в МНТК. А я их сделала по полису. Они некоторые делаются 5 дней, некоторые делаются 2-3 дня. Потом повторно пришла к терапевту, забрала эти анализы. Она мне выписала, что все у меня нормально, с простудами нету ничего, все в порядке. И вот вооружившись этими документами, я поехала в Екатеринбург. Вообще, по сути, можно эти анализы сделать прямо там на месте, как я поняла, в Екатеринбурге. Но я сделала и сделала заранее. Что было тоже, наверное, интересно и ценно, то, что я зашла на сайты Островок, там, или Циан, и забронировала квартиру, в которой буду жить, там, посуточно можно взять буквально в соседнем доме с МНТК. Тоже было очень удобно никуда не ездить, а просто вышел, можно сказать, из подъезда в подъезд и прошелся. Для меня это было важно, потому что я не знала, что со мной будет после операции, и как я вообще там буду себя чувствовать, и долго куда-то ехать мне не хотелось. Ну и в назначенное время я приехала в центр МНТК, там у нас первым пунктом идет обследование предоперационное, то есть там снимают показатели, какое зрение, ну и все, что нужно для операции, чтобы хирург мог уже на это опираться. Меня немножечко удивило, и даже как-то какую-то опаску вызвало, насколько быстро работают девушки, которые это исследование проводят. То есть там сколько-то аппаратов, там, глазное дно, это все на свете, все смотрят вообще, там, все-все-все по чек-листу. Но это настолько прямо вот, прям туда-сюда-сюда-сюда, чок-чок-чок-чок-чок, быстренько, без всяких рассусоливаний. Посмотрела, сказала, посмотрела, сказала, то есть у меня там обратная связь, и я уж... То есть они не переспрашивают особенно, они сразу все видят. И я живу не в таком большом городе, как Екатеринбург, у нас там все немного более размеренно, так общаются врачи. Но я поняла, что когда есть вот этот вот большой поток клиентов, это очень прекрасно, потому что уже и хирурги уже, можно сказать, с закрытыми глазами вот все это видят. Но не с закрытыми, но это просто вот этот поток дает огромный опыт, вот просто с полувзгляда видят, нас считывают. И девушки, которые проводят вот эти диагностики, фиксируют, они тоже уже настолько это у них все отработано, что им не требуется там что-то перепроверять, переспрашивать, где-то там репу чесать над этим. Все очень профессионально, очень собрано, в достаточно сжатые сроки у меня все проверили четенько вообще. И с этими проверками я пошла уже к хирургу. Хирург тоже со мной побеседовал, мы определились, что мы хотим. Я хочу операцию именно с Майл, потому что она самая малотравматичная, самая с минимальным восстановительным периодом, с минимальными какими-то ограничениями. Хирург меня настроил, он меня, даже как сказать, меня оперировал Костин Олег Александрович. Огромнейшему спасибо, высокого, высочайшего уровня человек, профессионал просто. Огромнейшее ему спасибо и низкий поклон за то, что он сделал, и как он провел со мной все встречи, и непосредственно операцию, это, конечно, просто огромнейшему благодарность. Но он профессионален и с той точки зрения, что даже в беседе перед операцией был такой некоторый момент снижения ожиданий, возможно. Я не знаю, с чем это было связано, но он такой, он не обещает лишнего. Он попридержал моих коней, можно сказать. Сказал о том, что вот может действительно измениться зрение вблизи, туда-сюда. Сказал мне по поводу того, что следующие три часа после операции будут самыми ужасными в вашей жизни. Но он как-то не так сказал, но примерно с этим смыслом. Что я могу сказать? Во-первых, что касается сразу же после операционного периода, потом немножко еще про операцию расскажу. После операционного периода. Ну, это не то, что это... Дай бог, если эти часы будут самыми ужасными в моей жизни. Потому что на самом деле каких-то сильных болевых ощущений их там нету. Во всяком случае у меня. Вот если вы, друзья, кто-то капал сульфацилом натрия, да, в глаза когда-нибудь. Люди с ослабленным зрением частенько знают, что это за капли такие. Они немножечко такие жгутся. Так вот, эффект после операции, он слабее, чем вот сжение этих капель. То есть там, ну, у меня во всяком случае так было. То есть там, во-первых, не все эти три часа какие-то дискомфортные ощущения есть. А они временами так накатывают. Некоторая волна чуть-чуть пощиплет, пожжет. Ну, буквально секунды две-три и обратно там приберется. И вот таких вот накатов в волну, может быть, было там, ну, штук пять. Ну, то есть, ну, это вот, ну, кто женщины знает, ну, мы рожаем посложнее, поинтереснее у нас эффекты бывают, чем вот это вот. У нас какие-то косметологические процедуры, пилинги иногда вот сильно больнее бывают, чем вот этот вот операционный, послеоперационный период. Вот, то есть он меня в этом отношении не впечатлил. Он, ну, мне он очень легко перенесся. Поэтому как-то, как-то бояться его совершенно не стоит однозначно. То есть я в итоге там поспала еще туда-сюда. Вот, но сейчас немножко скажу операции. И потом то, как у меня ввело себя зрение после этой операции. Значит, на саму операцию пришла. Меня нарядили во всякие там разные одноразовые штуки. Халаты такие, как кимоно, можно сказать, из этой вот ткани. Шапочки, маски, все прям в операционную приходишь. Дальше очень интересно приклеивают. Не приклеивают, а как-то прижимают мне такое ощущение. Ресницы верхние, ресницы нижние. Вставляют распорочку в глаз. При этом никакой болезненности нет. Потому что и заранее уже сделали такие обезболивающие капли. И они еще там увлажняют очень прилично. И перед тем, как саму операцию проводить, там все капают. То есть нет ощущения, что глаз сохнет. Нет дискомфорта, что хочется моргнуть. Второй глаз прикрыли там марлями, там чем-то еще. И второй-то глаз моргает. И поэтому, поскольку тот глаз, на котором сейчас будут проводить какие-то манипуляции, он увлажнен. И нет ощущения, что хочется моргнуть и что мне мешает распорка. Реально нету. Очень круто. То есть, ну и все, вставили эту распорочку. И подкатили под аппарат. Что происходит дальше? Еще до того, как началась операция на приеме, мне врач сказал, дома тренируйся. 40 секунд смотреть в одну сторону. Потому что это очень важно. Ну, в смысле, в одну точку. И причем не опираясь на то, что эту точку ты визуально видишь. Потому что через какой-то момент, в какой-то момент операции, естественно, точка пропадает. Потому что там уплотнение этого слоя происходит. И прекращается видение этой точки, на которую нужно смотреть в операцию. А направление взгляда нужно сохранять. И вот мне врач сказал, тренируйся 40 секунд удерживать вот это все в одну сторону. Я чуть-чуть потренировалась, у меня ничего не получалось. Потому что фокус, он куда-то там уходит, глаза куда-то там бегают. Ну, конечно, я ими не вращала уж сильно взад-вперед. Но, во-первых, операция длится, конечно, по моим ощущениям. Так оно и есть. Не 40 секунд далеко. Вот момент, когда работает лазер, это может быть, по моим ощущениям, секунды 2-3. Реально, блин, это недолго. Это не больно. Смотришь, картинки такие красивые. Визуально видно, как будто белые хлопья падают. Так красиво, красиво. А потом, когда снимают вот эту лентикулу, отделяют от глаза такое ощущение, что как будто какая-то проплывает над тобою огромная медуза. Ну, это, это прям, не знаю, это картины забыть невозможно. Они такие прям визуально очень красивые. И все, буква, это очень-очень быстро операция происходит. Там даже, не знаю, может быть, несколько минуток всего вместе с работой лазера и с работой хирурга. Ну, и все, дальше манипуляции происходят с вторым глазом точно так же. Дальше потом небольшая консультация после операции. И все, идешь отдыхать, расслабляться и релаксировать целый день. Вот такие рекомендации. Что у меня было после самой этой операции? Зрение. Я иногда от каких-то блогеров, которые делились своими впечатлениями после лазерной операции, читала, что ой, я сразу увидела. Но у меня так не было, я не сразу увидела. Ну, то есть, я, конечно, видела, я не слепая, вышла. Ну, прямо резкого прояснения такого нет, у меня такого не случилось. И более того, это зрение, оно как бы подъезжало у меня к идеальному состоянию еще буквально там, ну, дня два, наверное, может быть, там, типа, около трех. Ну, в целом, в течение того дня, у меня операция утром была, в течение дня, который тот же самый, как и день операции, я увидела, то есть, я увидела, что у меня зрение точно лучше, точно лучше, чем оно было однозначно. Но у меня присутствовала довольно-таки сильная такая белая дымка, как будто я в туманчике все это вижу. И больше затрудняло зрение именно этот туманчик. Меня врач предупредил, что этот туманчик будет рассеиваться. Ну, так оно и произошло. К вечеру этого дня этого туманчика стало меньше. На следующий день еще меньше и сильно еще лучше. Зрение прямо улучшилось. И на утро следующего дня я пошла уже проверять зрение в МНТК еще раз. И на тот уже момент я увидела 95%. У меня, кстати, еще был астигматизм и было у меня минус 4%. То есть, я практически все увидела. Единственное, что линии вот этих вот букв, по которым проверяют там всякие там фигурки, да, я их увидела не супер тонко, допустим, не супер точно. Но я их увидела, что они себя представляют. И я понимала, что вот уже вот практически вот с таким зрением уже точно можно жить, можно уже работать, можно за рулем ездить и все такое. Но это был даже не окончательный вариант. То есть, 95% то, что я увидела, оно потом еще лучше стало. К вечеру этого дня, второго дня практически полностью ушла белая дымка. Но она еще чуть-чуть оставалась на третий, ну, практически незаметно уже. То есть, она совсем-совсем потихонечку уже уходила. Но на третий, ну, то есть, соответственно, получается, у меня операция была в среду, в четверг, я вернулась уже домой. И в пятницу утром я села за руль и поехала за рулем. Никаких болевых ощущений вообще за эти дни у меня не было. То есть, даже не кольнуло ничего. Просто круто. И уже буквально там рассосался этот туманчик. В пятницу я ходила, я наслаждалась и кайфовала. Я с высоты своего там высокого этажа, где я живу, там смотрела номера машин внизу, листочки, прожилки, вот это все, это, конечно, потрясающе, фантастический такой этот визуальный оргазм получился, да. То есть, вот таким вот образом. И сейчас, конечно, уже никакого тумана не осталось, все нормально. Отличное зрение, просто превосходное. Еще небольшой момент, тот, который меня волновал, это как изменится зрение вблизи. Но, да, оно некоторым образом у меня изменилось. Некоторые люди мне говорили, вот, наденешь очки там для близи, все, мне там шпильки какие-то кидали. Нет, мне очки для близи сейчас не нужны, но зрение действительно изменилось. Ну, например, то есть, если я там ногти подпиливала, когда у меня была близорукость, я же вблизи хорошо видела, вдаль не видела. Я подпиливала ногти вот на таком расстоянии, сейчас мне их удобно вот так подпилить. Ну, вот, то есть, ну, я читаю без очков, я там, что еще там делать, там, крашусь без очков, что еще делала, ногти там, допустим, какие-то подпиливаю без очков, пишу без очков вблизи. То есть, да, есть некоторый момент, что чуть-чуть отодвинулась та зона, когда я там могу все рассмотреть, ну, и мне комфортно. Я вижу, мне, то есть, у меня нету такого, что я не вижу, просто покомфортнее стало чуть-чуть подальше. Вот таким вот образом. Это однозначно стоит того. О, это однозначно стоит того. Это просто новая жизнь, новый отрезок пути, когда не привязан ни к очкам, ни к линзам, когда можешь спокойно путешествовать, заплыть куда-нибудь в море и совершенно четко видеть, где там у тебя берег. Смотреть на табло в аэропорту и совершенно без всякого, там, не бояться вырыть эту линзу или там сломать ее и думать, откуда ее брать и так далее. То есть, это, конечно, это, конечно, совершенно чудесное впечатление, ощущение. Это однозначно стоит того. Врачам и всему полностью коллективам НТК Екатеринбург огромнейшее спасибо, низкий поклон. Ну, а вам, друзья, тем, кто смотрит это видео, я желаю прекрасного зрения, отменного здоровья и самых ярких впечатлений от вашей жизни.